Итак, уроженец Чечни Магомед, это не его настоящее имя, проживал за пределами республики. Он поехал в Чечню в начале декабря и рассказал своим друзьям, что выйдет обратно из Чечни 15 декабря. Однако после этого родные его больше не видели. Один родственник есть, у которого я через знакомого, мы узнавали где что. Он сказал, что он пропал, то есть что ему сказали, что он в тюрьме, по какой причине он в тюрьме не ответили и увидеть они разрешают. Уже после того, как Магомед должен был покинуть Чечню, от него приходили сообщения друзьям. Однако те утверждают, что общался молодой человек в очень непохожей на него манере. 21 или 25 часа написал, что у него все нормально, все отлично, он просто сломался, ждет запчасти. И на днях уже выйдет. 27 числа, когда я уже у него спросил, где ты, что ты, пришли запчасти или нет, он сказал, что чтобы я удалил переписку, не отвечал на сообщения, и что он в тюрьме, и когда приедет, все расскажет. Он никогда, в принципе, не оставлял аудиосообщения, то есть текстовые сообщения. В основном были только аудио, либо он просто звонил. Это было первое, что странно, и после того, как он начал звать на встречу и говорить, что он все еще в Чечне, поняли и западали, что что-то не так. Сегодня друг Магомед рассказал нам, что уже в начале января тот начал в соцсетях писать странные сообщения их общему знакомому Амзату, это также не настоящее имя, и предлагал тому встретиться в Грозном. В нашем распоряжении есть скриншоты этой переписки. Магомед пишет другому жителю Чечни, со мной все ок, к чему такая паника, а чуть позже, мне бы тебя на 20 минут. Друзья пропавшего Магомеда, с которыми нам удалось связаться, считают, что за него сообщения писали другие люди, которые среди контактов в его телефоне хотели найти других мужчин-гомосексуалов. Хамзат на встречу не поехал, но через несколько дней пропал и он. С 6 января больше, в принципе, не на связи нигде. Поэтому он бы и не пошел увидеться, но так как если людей там, в принципе, ловят, то в любом случае они заглядывают в телефон. Поэтому через одного человека можно найти в пристепе несколько, а там, где несколько, там еще больше. Вся эта информация основана на рассказах друзей пропавших. Назвать настоящие имена они боятся. Нашим журналистам удалось также узнать о судьбе еще нескольких похищенных в Чечне мужчин. По соображениям безопасности мы пока не можем публиковать эти данные, потому что эти люди все еще находятся на территории республики.